Между тем, Верховный суд России не допустил к выборам Андрея Борисова, единственного самовыдвиженца от Якутии, сумевшего собрать необходимое количество подписей. Сегодня уже бывший кандидат вернулся в Якутск. Несмотря на такой исход событий, жители столицы встретили Борисова как народного героя, рассказывает Саргалана Захарова. Верховный суд страны вынес решение о недопущении Андрея Борисова к выборам. Решение связано со скандалом вокруг технических неточностей, выявленных после проверки подписей якутским избиркомом. Я вообще считаю, что такое недоверие к жителям, к избирателям, оно и сегодня практически даже не дали про это говорить. Наши ведь были готовы. У нас и 383 мы подготовились, и 249. Вся республика практически была готова, чтобы отдать свою подпись. Где-то около 75 тысяч подписей было собрано. Сегодня Андрей Борисов прилетел в Якутск. В аэропорту его встретили коллеги, ученики и сторонники под бурные аплодисменты и крики у Руяйхал. Незагласные с решением Верховного суда России об исключении кандидата из списков, таким жестом решили выразить свою поддержку самовыдвиженцу от республики. Пришли и встретили, поддержать его сразу с первых шагов на своей якутской земле. А то, что всякие эти билиберду несут, мне это очень непонятно. Во-первых, непонятно. Он на самом деле выше вот этих всяких черных пиаров. Ему это и не надо. И вот народ, который пришел, они все знают про это. Поэтому Андрей Савич сам удивлен же, и Элла Памфилова тоже извинилась, что на самом деле она ошибочно сказала. Так что тут вообще идут какие-то непонятные черные игры со стороны оппонентов. Отметим, что самовыдвиженцам от регионов страны дали право участия в выборах в Госдуму в этом году впервые за последние несколько лет. От Якутии свои кандидатуры выдвинули 4 человека. Однако только один из них набрал необходимый для допуска 19 тысяч подписей. И сложившаяся ситуация стала неожиданной для кандидата. Я как человек внутренне не согласен с этим решением, потому что сразу чувствовал во время заседания суда решенность вопроса. Внутри меня, конечно же, обревают разные чувства, мысли, которые направлены прежде всего на то, чтобы наша республика, Россия в результате выборов еще раз говорю выходила победителем, чтобы выборы давали силу обществу, опору давали. Таким образом, Якутия осталась без самовыдвиженца. Тем самым в результате от республики по одномандатному округу баллотируется 8 кандидатов от партии и 14 региональных списков. Сарглана Захарова, Михаил Кулаков, Юрий Филиппов, НК Саха, Москва, Якутск.